26 числа, значит, все подписи с моей сопроводиловкой, они были направлены в те инстанции, в которые, собственно говоря, сами же ярославцы меня просили направить. То есть ушло в Следственный комитет РФ на Бастрыкино и, соответственно, в прокуратуру Ярославской области. Сейчас, значит, по моей информации, значит, оба моих запроса по прошедшим полученным слушаниям, они дошли до адресатов. И я думаю, что в ближайшее время две, может, две с половиной недели, соответственно, какие-то обратная связь из этих инстанций, она будет получена. Единственное, что сейчас тоже я скажу нашим уважаемым зрителям, готовится обращение на имя мэрии и на имя оргкомитета с информированием их о том, что такие письма, они направлены, чтобы, ну, может, слегка приостановить, значит, рассмотрение данного вопроса, изменения устава города Ярославля уже самим муниципалитетом, то есть депутатами муниципалитета города Ярославля. Ну, чтобы предоставить речь антисоциальных действий. То есть, если как бы муниципалитет рассмотрит данный вопрос, примет какое-то решение, а из прокуратуры придет то, что с публичным слушанием были проведены с нарушением законодательства. Оно там было, потому что люди просто не смогли попасть в зал и высказать свое мнение. Поэтому, как бы, я думаю, что депутатам муниципалитета, ну, и в первую очередь, наверное, руководителям муниципалитета, контроль Евгеньевичу Ефремову надо над этим вопросом, как бы, внимательно подумать и, возможно, сдвинуть сроки рассмотрения данного вопроса на более позднее. Сейчас, как бы, информация есть такая, что где-то в середине февраля муниципалитет собирается рассматривать изменения устава уже, как бы, на своем пленарном заседании. Вот, как-то так. Это у нас тема. Да, тема важная, то есть, тоже следите, пожалуйста, за ней, присоединяйтесь, потому что выборы депутатов, которые будут представлять наши интересы или не наши интересы, это на несколько лет. Ну, я считаю, что вокруг этого мы можем организовать, сплотить много честных ярославцев, как левых взглядов коммунистических, так и просто общественников. Это очень важно. Главное, чтобы человек, который придет в муниципалитет, изберется и так далее, он, соответственно, был представителем именно ярославства, чтобы, как было правильно сказано вами, да, чтобы он горел душой именно за Ярославль. Вот та система выборов, которая сейчас есть, да, то есть, у нас депутаты избираются сейчас половина по партийным спискам, половина по одному, одному по кругам. Я думаю, что она, ну, на сегодняшний момент наиболее оптимальна, потому что дает возможность избираться и становиться депутатами как одномандатникам, так и представителям партий. На партии, вот наша партия КПРФ, да, то есть она не просто идет на выборы, а всегда мы на любые выборы, будь то выборы президента Российской Федерации, будь то выборы, самый нижний уровень власти, да, посылкового уровня и так далее. То есть партия КПРФ всегда идет с определенной программой, программой, которую мы предлагаем в случае избрания наших депутатов, прохождения нашей партии, мы пытаемся воплотить в жизнь. То есть это, как бы, очень важно. Те аргументы, которые приводятся, основной ли это мотив изменений, да, я напомню нашим уважаемым зрителям, заключается в том, что власть пытается избавиться от партийных списков, мотивируя тем, что депутаты-одномандатники, они, как бы, более приближены к народу, ну, не заслуживают никакой критики, да, то есть на примере даже наших депутатов. Взять тот же самый Евгений Александрович Овод, да, то есть которая прошла муниципалитет в прошлый раз по партийным спискам, но я думаю, что наиболее, более активного, более приближенного к избирателям, не только своего округа, но и всего Ярославля депутата в муниципалитете, я думаю, что трудно назвать. Ну, выравнивая Наталья Бобрякова. Наталья Бобрякова тоже неплохо работает, да, то есть, но, как бы, есть определенные моменты, то есть, ну, Женя, вот, как бы, яркий пример, да, то есть работает человек, независимо от того, что избрался в одном окне, но работает и выражает интересы ярославцев во всех районах абсолютно, то есть, любые ярославцы могут обратиться, и она, как бы, им помощь оказывает. Последнее, вот, как бы, дело, которое тоже, я думаю, что резонансное, это история с центральным рынком, как вы помните, да, то есть, в принципе, касается, вроде как, Кировского района, да, то есть, центрального района, но Евгения Александровна взяла, написала запросы, и сейчас, вот, по моей информации, значит, та, вот, не знаю даже, как назвать, схема, скажу так, да, то есть, передача рынка в конституционный листоглашение, то ли продажи, соответственно, она сейчас приостановлена ввиду того, что прокуратура нашла там значительные нарушения, которые, соответственно, не позволяют провернуть вот эту, вот, как бы, схему передачи. Более того, возможно, они еще и отразятся на продаже, вот, этого, да, депо. Там, наверное, троллейбусного, да, есть, там, кое-какие, ну, как бы, прецеденты, да, есть схожесть, да, то есть, но троллейбусное депо, вот, которое на горы Валу имеется в виду, оно же не было продано, оно было передано в конституционное соглашение, да, то есть, как бы, конституционер обещал городу дать одно, другое, третье, четвертое, да, то есть, по факту, наверное, на сегодняшний момент, из того, что было обещано, да, то есть, ну, ничего не выполнено, даже неподготовленные, невыделенные средства для подготовки нового места базирования троллейбусов, которые были, стояли раньше на гор Валу, а сейчас, соответственно, они блуждают по всему городу. То есть, место, вот, как бы, обозначалась эта территория трамвайного депо при въезде Брагина, вот, там ничего, собственно говоря, не сделано, финансы не выделены. То есть, вот, как бы, живой недавний пример, скажем так, того, как не надо делать. Ну, и опять же, да, то есть, касаясь, возвращаясь к истории с рынками, да, центральный рынок, у нас у города осталось немного, скажем так, ликвидной сообщности крупной, да, и вот центральный рынок – это один из этих объектов. История всех рынков, которые у нас были в Ярославле, она плачевна, то есть, они или акционировались, или там, вот, конституционные соглашения, или еще что-то, но факт, итог был один и тот же для всех, да, то есть, у нас, как бы, через какое-то время эти объекты муниципальной собственности переходили в частные руки. Ну, сейчас, вот, скандально, это Заволжский рынок, да, который был приватизирован, да, то есть, как бы, частные руки передали, и сейчас… Бабрякова занимается, Шамина, то есть, вот, сейчас… Ну, я занимаюсь, безусловно, как руководитель, как бы, районной организации, да, то есть, сейчас, как бы, для участника, да, то есть, ему неинтересны, как бы, ни рабочие места, ни развитие, как бы, рынка, Ни инфраструктура, ни района, вообще. То есть, ему важно в короткий промежуток времени получить максимальную прибыль. И, разумеется, как бы, вот эти вот люди, которые там стояли, торговали десятилетиями, да, продавали какую-то продукцию, которая пользовалась, кстати говоря, спросом у жителей Заволжского района Ярославля, да, то есть, они ему неинтересны. Ему проще это все закрыть, людей отправить куда-то непонятно куда, вот, и, соответственно, это все дело застроить. Абсолютно не думая о том, что Заволга, она уже перегружена, то есть, как бы, строить там надо, в моем понятии, социалку, надо строить инфраструктуру, но не дома жилые. То есть, их уже перебор. Просто, напросто, позоволки. У нас не хватает ни мест, ни в детских садах, ни в школах, вот, и всего остального. Ну, и не надо забывать еще не на спект, то, что у нас активно строится Ярославский район, который привыкает непосредственно к Заволжскому району города Ярославля. Ну, Красный Бор, да, то есть. Да, там тоже нет никакой инфраструктуры, то есть, там нет социальных объектов. Там дети, они ходят в школы, которые располагаются в городе Ярославля, в Заволжском районе города Ярославля. Я говорю, что переполнится абсолютная. Ну, там ближайшая, 48-ая, по-моему. Лишние, скажем так, ну, как есть, так можно сказать, что дома, вот, без подкрепления социалкой, да, то есть, они там за Волгой просто не нужны. У нас уже там пробки, да, огроменные, что утром, что вечером. Вот такая вот история, как у нас получается. Ну, это как раз, это вот вопрос в том, что, то есть, если было бы больше депутатов от народа, от коммунистов, от левых, то есть, таких вопросов, их было бы меньше, потому что, ну, получалось бы, то есть, с этим более эффективнее. Бороться, и поэтому надо за этим следить, надо, соответственно, подключаться, потому что я сам, как левый не системный, да, то есть, многие наши товарищи говорят, что вот, там, в выборах участвовать там не надо. Ну, ребят, то есть, если вы, условно говоря, хотите посмотреть на страны, те, которые, то есть, без какого-то официального левого движения, вот вам, пожалуйста, из последних Казахстана. То есть, там нет официальной компартии. Ну, и как, людям там хорошо живется. Так что, я считаю, тут надо, то есть, взаимодействовать, находить, то есть, интересы. Никто там не заставляет заниматься какой-то там высокой политикой, но на уровне поселения, района, ну, я считаю, что мы обязаны это делать. Безусловно, хотя бы, что там начинать надо. Самое главное, чтобы человек болел душой именно за тот населенный пункт, жители которого доверили тебе представлять их интересы. Не свои личные, а именно их интересы в том или ином законодательном органе. И тогда все будет нормально. У нас, к сожалению, получается разрыв шаблонов, когда человек, идя на выборы, обещает одно, а по факту, придя и став депутатом, делал совершенно другое. То есть, и у него, как бы, то, что вот он обещал жителям, соответственно, расходится с тем, что он делает на самом деле. Вот такого не должно быть. И вот мы многократно говорили, что наша позиция в том, чтобы люди, жители, которые избрали любого депутата, любого главу, если они ошиблись в нем, если он не выполняет свои обещания, если он делает что-то во вред того населенного пункта, который он представляет, должен, да, то есть, чтобы они могли его отозвать. И эта процедура должна быть понятной, легко исполнимой и доступной для жителей. Вот тогда будет ответственность. А у нас получается совершенно наоборот. То есть, у нас получается, что депутат избирается, и уже отозвать-то его в течение ближайшего шпилить нельзя. Ну, то есть, отсюда тоже, да, отсюда тоже определенные проблемы возникают именно в этой плоскости. То есть, людей обманули, ну, фактически обманули, то есть, людей не обманули, фактически обманули, по большому счету. Это не есть хорошо. То есть, с этим надо что-то делать. Если бы власть хотела, собственно говоря, сделать так, чтобы депутаты были ответственны перед жителями, то есть, она как раз-таки пошла по этому пути. То есть, упростила бы процедуру отзыва депутата. Да, сделала ее прозрачной, понятной и доступной. Да, да. Так что вот. Ну, сейчас еще поговорим о частностях, да, то есть, касаемо этого, подачи заявления в прокуратуру, в следственные органы, да? Да. Что хотели рассказать? Да, то есть, как бы я хочу еще одну тему, которая, наверное, напрямую касается подачи тех подписных листов, которые люди собрали 20-го числа, да, то есть, которые были адресованы, значит, прокуратуру Ярославской области, следственный комитет. Значит, я, вот, честно говоря, в среду вышел пост Елены Магдановой, в котором она попыталась меня обвинить в том, что я вру своим избирателям. То есть, у нее пост прямо так и вышел под таким заголовком, что плох тот политик, который не научился уверенно врать своим избирателям. Ну, и, соответственно, она имела в виду меня. То есть, непонятно, что, чего и как, но, в принципе, вот, получается, в среду, значит, в 20.47 данный пост появился на ее странице. Вот, честно говоря, мы с ней знакомы достаточно давно, то есть, наверное, еще с историей, когда пытались некоторые силы застроить площадь Волково, то есть, центр Ярославля, да, фактически. Мы тогда стояли там, наверное, почти целый месяц собирали подписи ярославцев, да, в том числе я активно участвовал и я в этом деле. Вот, потом были много других тем, и Патриопаловская роща, то есть, и завоз мусора. Много чего было, и, соответственно, человек, собственно говоря, знаком со мной, по большому счету, и появление данного поста в таких категоричных тонах, собственно говоря, вызвало у меня определенные вопросы. То есть, почему она... Если были какие-то вопросы... Уточнить ситуацию, если ее это интересовало, соответственно, и уже после этого выставлять такой пост. Однако же этого не было сделано, то есть, он появился сразу же. Я, когда его заметил, там уже вовсю шло обсуждение, бурление, обсуждение, да, как сказать, вот, где, ну, почитав которые, у меня возникли тоже вопросы, потому что она знала, где я был последние шесть дней, что я делал, и вот в каком количестве тонах, что делал или не делал, да, то есть, и вот она утверждала, что я обманул ожидания ярославцев, и не отослал, получается, те заявления по нарушениям, да, которые, собственно говоря, инициатором сбора которых я и был, по большому счету, и на видео, которое она выставила, то есть, там, в принципе, я зачитываю как раз-таки те, то обращение, которое, в конце концов, оно и было отослано. Вот, поэтому, как бы так, не получив ответа вот на излишнюю осведомленность Елены Альбертной, соответственно, я не счел нужным дальше продолжать, как бы, комментировать и отвечать на те вопросы, которые, собственно говоря, были поставлены. Потому что я изначально сказал, что ваша информация не соответствует действительности. Откуда вы ее почерпнули? Ну, конструктивного обсуждения там не получилось. Не получилось, да, обсуждения. Кстати говоря, мне тоже в личку и в других ветках тоже люди писали, говорят, а что тебе помешало? Вот мне помешало сразу же ей ответить, да? А помешало именно одно, то, что излишняя ее осведомленность. Если взять и принять то, что она не шпион, да, не шпион, она сидит 6 дней за мной, то есть, то получается, то это наводит на определенные, скажем так, нехорошие мысли, да, то есть, то, что ей информацию кто-то преподнес. И поднес именно в нужном кому-то инкогнито ключе. То есть, кто это инкогнито, то есть, мне хотелось очень понять. Ну, и там как тоже мне показалось, что в первую очередь это был не вопрос, а экскавация скандала. Это было, да, это было практическое утверждение. Категоричное. Да, да. То есть, и второй момент, который тоже, Александр, я хочу обратить внимание, то есть, мне все-таки было интересно, а как оно будет развиваться дальше события, когда не получил ответ на свой вопрос, откуда такая информация, как же оно будет развиваться дальше. А дальше все развивалось очень интересно. То есть, на следующий день, это получается уже 27 число четверг, значит, с утра мне позвонили из Яр новостей. И, значит, я им сказал, что таймформ тоже по этой публикации, значит, я им сказал, что информация, изложенная в этой публикации, то есть, она не соответствует действительности. Вот, и попросил их, соответственно, не застряться на этой публикации, да, то есть, и, ну, не выставлять, как бы, ее в том или ином виде. Я пообещал, что я позвоню чуть попозже, им, соответственно, все расскажу. Ну, дадите новость по фактам. Да, дам по фактам, все расскажу. То есть, потому что я к тому моменту все-таки хотел понять, откуда информация. Это был у меня ключевой вопрос, потому что, ну, чрезмерная информация, что я делал, где я был эти шесть дней, да, то есть, ну, заставляет задуматься. Ну, конечно, напрягает. Вот, ну, однако же в Яр новостях, как бы, появилось 27 числа аж целых три публикации по этой тематике. По этой тематике две публикации, они были, скажем так, носили негативный характер. Вот, один, последний, последняя публикация, она была более-менее объективна, когда уже, как бы, появилась информация, что первый запрос, который был отправлен 26 числа, он дошел до первого адресата, это прокуратура Ярославской области. Вот, тогда я дал комментарий небольшой, но, опять же, комментировать пост Богданова я не стал. Я считаю, что это ни к чему абсолютно, то есть, я считаю, что, ну, но, интересно развивались события дальше, то есть, как бы, вот эти вот публикации, которые пошли от Яр новостей, перепостили, значит, КП Ярославль, тоже, интернет-СМИ тоже дали две публикации по этой тематике. Одну, соответственно, обличающими, а вторую, соответственно, оправдывающими, да, то есть, говоря, который говорит, что все нормально, то есть, и, в принципе, Елена Альбертова в этом плане немножко перегнула палку и предоставила недостоверные сведения. И хочу показать тоже, есть такой ресурс ВКонтакте, называется «Черный список Ярославля», если видно, вот он, как бы я вам покажу поближе. Покажу. Это называется «Дискуссионный клуб», значит, который тоже с удовольствием, как я понял, опубликовал, значит, одно из публикаций КП Ярославль, значит, на эту тематику. Комсомольской правды Ярославль. Да, 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 да. Опубликовал, то есть, с позиции, которая была изложена именно Богдановой Еленой, да, которая меня отвечала. То есть, вчера буквально я им написал два раза. Это, кстати говоря, очень интересная вещь, значит, у них записано в группе, да, о том, что мы пишем только правду, не надо оговорить людей, администрация несет ответственность за достоверные информации, мат и спам в группе мы удаляем. То есть, как бы, заявлены вполне нормальные, как бы, царицы, хорошие, замечательные. Вот я и пишу, что я уверен, что вы придерживаетесь тех заявленных целей, которые у вас заявлены. И прошу, да, дать следующий материал, который, собственно говоря, касается тоже тематики, по которой они дали публикацию ранее уже под углом Богдановой, да, давали. К сожалению, вот до сих пор, вот в этом черном списке, никакого, как бы, публикации не появилось. То есть, вам не ответили, да? Не ответили, не ответили. Не забанили пока? Я им дважды писал. Пока не забанили? Пока не забанили, но, как бы, моей точки зрения, скажем так, на эти события, да, то есть, они не публиковали. То есть, там до сих пор висит пост Богдановой, который, в принципе, люди смотрят и набирают просмотры. И еще одну вещь тоже хочу... Кстати, ремарочку небольшую, когда, то есть, вот этот вопрос обсуждался, я Богданова упомянул, я задал вопрос, спросил, то есть, вот на какие факты вы опираетесь, так далее, так далее. Потом, ну, и быстро я ответа не увидел, ждать не стал, и вот тут я недавно увидел, что я у нее забанен. Забанен. Да, ну, это так, ремарочка, да. Ну, это ничего страшного, то есть, ну, хотя бы, вот, как в ВКонтакте КП дало, как бы, в конце концов, и ту позицию, которая является правильной, да, Хотя, по факту, надо сказать еще одну вещь, то, что, как бы, в среду, вот эта вот негативная информация, она попала в топ новостей Яндекса. Да, 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 я видел. Вот, то есть, тот материал, который, как бы, проливал свет на то, что происходило, да, то есть, он, как бы, набирает просмотры, но небольшие, а тот попал в топ Яндекса по Яндексу, то есть, это тоже, как бы, важно. То есть, получается, что очернить человека у нас, по большому счету, да, в погоне за какой-то жареной новостью, да, там, и так далее, как говорится, да, то есть, очень можно легко. Но здесь еще интересно, это накладывается на то, что у нас есть коалиция антиединороссовская. Я считаю, что это выпад и в эту тоже, в какой-то мере, сторону. Да, то есть, я тоже думаю, что же послужило все-таки, вот, человек, меня знает достаточно давно, о моей работе знает давно, то есть, в принципе, я никогда не давал повода усомниться в тех делах, которые я делаю, и у меня никогда дела не расходились со словами, да, как у многих расходятся. То есть, что же послужило все-таки вот таким вот категоричным суждением и появлением вот того поста, который Елена Альбертовна все-таки разместила. Ответа на эти вещи я пока не нахожу. Возможно, что-то я пропускаю, возможно, кто-то ей заказал меня. Возможно, ну и таким образом она каким-то образом пиарится на моем имени, да, или может она собралась в депутаты муниципалитет, я не знаю. То есть, ну, ответа я пока не нахожу. Возможно, ей кто-то манипулирует тоже. Возможно, ей кто-то манипулирует тоже, как вариант годится. Причем я сразу же вот здесь скажу, то есть, если есть какой-то ответ от Богдановой по фактам, готов с ней обсудить и готов предоставить свою вот площадку, чтобы по факту были соответственно ответы. Ну, либо, возможно, то есть, извинения, то есть, что там, что созреет у человека. Извинения, я уж не знаю, извинения или не извинения, то есть, но я с ней общался, я говорю, что в субботу, опять же, она спрашивала, где подписи, я говорю, что так они направлены уже по тем адресатам, я хочу их посмотреть. Ну, извините, а нет, верните мне их, она пишет, говорит. Я говорю, я не могу вам отдать их. Вы же сами понимаете, вы же грамотный человек, то есть, да, потому что люди довели это мне, там задержатся персональные данные, я не могу вам дать. Я могу вас там вычеркнуть из списка, да, если пожелать. Нет, не надо, отдайте мне подписи. Я говорю, подписи у меня нету. Этот разговор происходил в субботу, а это было все отправлено уже давно-давно, ну, да, собственно говоря. Куда вы дели подлинники? Я говорю, подлинники ушли у меня в Следственный комитет РФ. Копия я оставил себе и копию направил в прокуратуру Ярославского. Нет, вы врете. Вы направили туда копию. Я говорю, откуда вы знаете? Вы лучше меня знаете, куда я направил и что направил. Ну, к сожалению, вот как бы диалога с ней не получается. К сожалению. Вот, и поэтому, если у нее есть какие-то, ну, доказательства того, что она написала, то пускай она их предъявит, да, то есть, если нет, то, в принципе, если бы я такое написал, да, на человека говорил, собственно говоря, я бы извинился бы. Ну, сделал бы это тоже публично. Но я говорю о себе. Для того, чтобы извиняться тоже, это надо созреть, надо иметь мужество, прочее. Ну, посмотрим, увидим. Я озвучил, что, то есть, ее позицию я готов тоже предоставить, чтобы она была озвучена, если она нормально обосновывается, соответственно, на фактах, если она вежливая, товарищеская. Так что будем этот общественный диалог развивать, потому что вот здесь я такую тоже сделаю ремарочку. Я вот, находясь, особенно в левом поле информационном, там, ВКонтакте, в других, я вижу, как люди, которые вроде бы симпатизируют левым идеям, общественным и так далее, и так далее, при этом друг с другом так, ну, общаются. Ну, это, ну, какая-то дичь. Ребят, ну, давайте жить дружно, вот, по-другому не скажу. Даже если мы друг друга критикуем, давайте это делать, то есть, в законных, вежливых рамках. Да, конструктивно и для пользы общего дела. То есть, есть же, вот, как бы, пять пальцев в розь или пять пальцев в кучу, да, то есть, ну, когда нас искусственно пытаются рассорить, вот, тогда нам надо, как бы, это принимать к сведению, то есть, в принципе, действовать не так, как нами пытаются манипуляторы, да, нас заставить действовать, а действовать в совершенно предположом направлении, то есть, нам надо объединяться, нам надо группироваться, и не для того, чтобы куда-то проникнуть, получить мандат или еще что-то, а для того, чтобы было лучше нашему городу, нашей области. Ну, по поводу мандатов я еще хочу как раз сказать, с одной стороны, с другой спросить, то есть, у нас в муниципалитете, ведь там большинство депутатов, они, они на зарплате, да, там только несколько этих руководителей комитетов, да, каких-то там, председатель, там, еще что-то, потому что, вот, люди часто не понимают, там, касаясь, там, тех же самых сельских поселений, там, или вот муниципалитетов. У нас, да, у нас основная, основная масса, скажем так, органов местного самоправления, депутатов, да, органов местного самоправления, они работают на безвозмездной основе. Да. У них там есть определенные, какие-то компенсации, ну, на уровне района это может быть 3, 5, 6 тысяч, да, вот такие сумки. Ну, что-то типа транспорта, там, связь. Транспорт, связь, там, канцелярию купить, ну, и так далее, да, то есть, вот таким вот образом. Ну, на зарплатах. А так, они, как бы, на зарплатах не находятся, не находятся. То же самое касается депутатов муниципалитетов. Там компенсации чуть побольше, чем те суммы, которые я называл, но они все работают на общественных началах. Так что, когда соберетесь, скажем так, очень жестко критиковать депутата, да, такого муниципалитета, вот, вы, ну, задаетесь, то есть, туда лезут для чего. То есть, мы понимаем, что туда лезут представители, там, бизнес-структур, да, то есть, какие-то эти, но они туда лезут не из-за зарплаты, а из-за того, чтобы, то есть, серьезные инвест-проекты, да, то есть, там, протаскивать. Да, это как в анекдоте, да, когда представитель одной национальс устраивается на склад, ему объясняют круг работ, да, то есть, я уж извиняюсь, я его буду называть, то есть, ему говорят, что вот то-то, то-то, то-то. Вот, он говорит, ему говорят, что за, и, ну, в конце говорят, что зарплата будет вот такая, он говорит, как, еще и зарплату платят? Вот, я думаю, что это что-то из этой, вот, как бы, оперы получается. Ну, еще раз я скажу, что, значит, депутаты от КПРФ, то есть, основная масса, то есть, это проверенные товарищи, которые, которым именно партия доверила идти на выборы, то есть, это у нас такое партийное поручение. И за большинство наших товарищей, я, в принципе, уверен, как за себя самого, то есть, в принципе, партия несет за них ответственность полную. То есть, кстати говоря, это еще один аргумент для того, чтобы партийные списки, они оставались, потому что, кроме решения человека, да, самого, то есть, есть еще и партия, которая его выдвигала или по партийным спискам, или одним отдатникам, и которая за него также несет ответственность. И которая с него спросит. И которая с него тоже спросит. Да. Вторая инстанция, первая, это ярославцы избиратели, а вторая, соответственно, вот партия, которая тоже может влияние на этого человека оказывать. Когда человек избрался сам, более того, он, соответственно, каким-то образом свое избрание стимулировал, то есть, ну, покупая там сетки, да, людей, которые за него ходили, агитировали и так далее и тому подобное, то есть, в принципе, он, получается, не избрался, а купил себе вонтанку. Да. Поэтому-то вот тоже есть такая вещь, у нас избирательные фонды, да, то есть, еще одна тема очень интересная, из года в год увеличиваются. Там они уже достигли миллионных сумм и так далее. Ну, поднимаются, как бы, их рамки. Рамки, да, 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 максимально допустимые, да, то есть, но, опять же, вот, в советское время или вот в раннее демократическое, в 90-е годы, там была ситуация очень очень простая. То есть, выдавали каждому из зарегистрированных кандидатов энную сумму из бюджета, правда, да, но выдавали, вот, допустим, по 500 рублей каждому. Не только эти 500 рублей этот человек мог потратить. То есть, я думаю, что это вот была в определенной степени правильная позиция, чтобы предотвратить именно вот процесс покупки, да, то есть, людей, агитаторов, там, каких-то групп людей, да, то есть, и т.д. То есть, возможно, стоят какие-то элементы из вот этого вот недалекого прошлого применить и сейчас. То есть, фонды, в моем понятии, надо ограничивать. Ну, по-моему, у единороссов на последних выборах в Госдуму они по 10 миллионов, что ли, там, рублей было? Да, миллионные суммы тратятся, да, то есть, вот, где простому обыкновенному человеку, да, то есть, общественнику или, там, рабочему взять такие вот суммы, чтобы тягаться вот с денежными мешками. Да, не тягеем взять их, по большому счету. Вот, поэтому суммы надо ограничивать и строго следить за соблюдением, чтобы люди не вылезали за эти суммы. Вот такая вот, как бы, у меня тоже одна, одна из посылов, да, то есть, которая, я думаю, что должна привести к ситуации, когда все-таки будут избираться люди, которым, ну, которым доверяют ярославцы, а не те, которые каким-то образом покупают доверие ярославцам. Ну, здесь я вот тоже отвечу в своем понимании, что для того, чтобы это ограничивать, чтобы вести социальную политику, надо, чтобы люди вовлекались в эту работу. Ну, а наша задача, то есть, системных левых, несистемных левых людей в это вовлекать, их воспитывать, их растить, особенно это касается наших детей, они, вот, там, выходят во всякие институты, вузы, в армию, на работу. И так далее, и так далее. Они должны уметь социализироваться, объединяться со своими товарищами, с нами защищать свои права, знать свои права, свои обязанности. Да, да, да. И смотреть, соответственно, на дела человека, не на слова, которые говорятся перед выборами, а именно на дела, на историю человека. Ну, по делам еще что хотим сказать. Вот сейчас, то есть, у нас уже остается, сколько, около 8 месяцев, то есть, до выборов скоро, наверное, уже будут озвучены там кандидаты. Вот, возможно, то есть, объединенная анти-единородская оппозиция в Ярославле озвучит своих единых кандидатов, то есть, за этим будем следить, за этим будем ждать. Ну, а мы со своей стороны, то есть, рекомендуем кандидатам вести вот такую публичную работу, отчитываться о проделанной работе, давать обратную связь избирателям, спрашивать, какие есть проблемы. Мы понимаем, что не все, то есть, к этому готовы. У кого-то нет опыта, еще что-то. Мы готовы помочь, готовы помогать. И приглашая, в том числе, соответственно, к себе на каналы и помогая такие каналы, то есть, всем общественникам, всем левым организациям в Ярославле создавать. Да, Александр, я еще с вас благодарю за то, что дали возможность, как бы, высказаться. Я думаю, что нашим слушателям, вашим слушателям, в том числе, было интересно наша сегодняшняя беседа. Ну, в принципе, готов по каким-то вопросам, которые будут вас интересовать, интересовать слушателям вашего канала, соответственно, тоже, как бы, свое мнение высказывать. Да, мы всегда раз в неделю, да, то есть, по возможности, по вашей, готовы видеть всяких событий и в Ярославле, и в Ярославской области много, да, то есть, и необходимо их освещать. У нас, вот там, конкретно, Рыбинск тоже сейчас интересует, да, то есть... А в Рыбинске пройдут выборы мэра города Рыбинска? Уже определенно, еще нет, когда? Ну, я очень, наверное, надеюсь, что, в принципе, там не будут ломать систему, да, то есть, в принципе, состоятся именно выборы мэра, а не назначения мэра. Ну, и, в принципе, у нас в области еще большой, как бы, выборный цикл, это выборы губернатора. Вы знаете, то есть, поэтому 22-й год будет насыщенный всякими крупными выборами. Я думаю, что партия КПРФ достойно пройдет этот марафон, вот, ну, и, безусловно, в этом вопросе, как бы, мы рассчитываем на поддержку ярославцев, жителей нашей области. Ну, а я напоследок хочу поблагодарить ярославцев, то есть, если вот мы говорим про выборы, я считаю, что ярославцы весьма себя неплохо показали, да, как в свое время был назван Ярославль. Ярославль, столица оппозиции, вот, ну, столица демократии, демократии, да, столица демократии, вот, и я считаю, что, то есть, на прошлогодних выборов, там у нас был ряд выборов, кроме депутатов в Госдуму, еще там кое-какие были выборы, то есть, показали, что ярославцы, ну, ярославцам это единоросска власти не нравится, ну, а наша задача повышать явку, а для того, чтобы нам это повышать, нам надо работать с людьми и для людей. Да, да. Все, всем спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. До свидания, товарищи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok